ПЕСАХ Дорогие друзья, знаете, Песах это знаменательное событие. Песах это свобода. И, конечно же, хотелось в эту свободу войти. Когда мы выходим из Египта, мы входим в пустыню. Но в пустыне Бог ждал Израиль. Очень важно, друзья, в пустыне, пройдя Красное море, Бог ждал Израиль, чтобы поговорить с ним, пообщаться. Для меня это знаменательно, потому что для нас необходимо не просто знать, куда мы идем, а выйти. И когда мы выходим через чудеса, знамения, выходим из рабства, Бог делает много работы. Но там приходит время, чтобы поговорить, поговорить с ним. Конечно, мы знаем историю, что Бог дал 10 заповедей, Он испытывал Божий народ, Он его формировал как народ, чтобы они уже могли войти в новое, обетованное Богом. Но каждый Песах, каждый Песах читается 125-й Псалом. В конце, именно в конце, самый последний день, последний вечер читается 125-й Псалом. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Когда Бог возвращает вас, как пленников из рабства, в обетованную землю, не все четко видно. Мы как бы видящие во сне. То есть, с надеждой смотрят вперед, и в этом рождается надежда и вера. Тогда уста наши были полны веселья. Язык наш – пение. Друзья, нужно молиться, нужно петь, веселиться в Господе. Ибо сила в Господе. Что? Это веселье, радость. Это сила в Господе. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшися слезами, будут пожинать с радостью. Сплачем несущие семена. Возвратиться с радостью, неся снопы свои. А это обетование последнего дня. Что мы несем снопы, жатвы, которые Господь нам дал и поручил. Друзья, мы призваны на жатву благовестия нашему народу. Мы призваны вызволять их из рабства, не просто египетского исторического рабства, а из рабства греха, который повникли сегодня большинство евреев. Можно сказать, те, кто не знает Ишуа, они уже имеют большую проблему со своим спасением. А также те, которые совсем не знают его. Ни обетование, ни Бога. Тот Гоим, тот народы, которые не знающие Бога, им сегодня дано обетование, спасение, также через Ишуа. И я хочу сказать вам, чтобы мы, неся снопы наши, несли их с радостью.